Поздравляю с подписчиком контракта. Какие эмоции? Эмоции положительные, но вызов для меня. Буду стараться помогать команде, клубу. В прошлом году хорошую планку Гомель для себя поставил. Будем хотя бы пробовать соответствовать, может быть и выше, как получится. Ты следил за Гомелем? Да, да, да. Хорошо играли, по-моему там все топы может быть даже обыграли. Хороший клуб. Могли, считаю, зацепиться за тройку. Так что хороший клуб перешел. В прошлом сезоне ты выступал за суду. Расскажи вот об этом этапе карьеры. Чем запомнился отсюда? Ну, запомнился, наверное, больше, может быть, Еврокубками. Потому что как бы в Еврокубках мы сыграли, я считаю, довольно-таки неплохо. Потому что никому не проиграли с тем же Раковым. Где-то если бы подвезло, могли бы и пройти дальше. Тот же Раков, потом Рубин прошел. Дай бог, может быть, и мы прошли, как бы. Ну, считаю все-таки положительный. Потому что и второе место за Ани, Еврокубки. Чисто, может, для себя индивидуально где-то не так много времени получил в игровой практике. Ну, это футбол. Ты ничего не поделаешь. Можно сказать, что дополнительный опыт получил? Ну, всегда надо, я не знаю, всегда что-то получать, какой-то опыт. Где-то всегда чему-то учиться. Потому что если не будешь учиться, будешь стоять на месте. Не будешь прогрессировать. Ты еще выступал в Казахстане. Можешь сравнить вот чемпионаты Казахстана, Литвы и Беларуси, на твой взгляд? Какой сильнее? Какой сильнее, да. И вообще подход к футболу, к организации процессов? Ну, там, я не могу сказать, как бы. В той же Литве я был в Судуве. Судува – это команда, которая борется за чемпионство наверху. Там условия для футбола хорошие. А команда, которая пониже, там уже не такие условия для футбола. Ну, если считается в Судуве, в Судуве все для футбола есть. Там свой манеж, на стадионе, там база, поля. Там в этом плане все есть. В Казахстане, ну, наверное, тоже там топ-5 команд. Тот же Кайрат, там, по-моему, одна из лучших баз в Европе. Хороший чемпионат, своеобразный, потому что погода, поля. То же самое в Литве. Поля, там много синтетики. Ну, мне почему-то кажется, примерно одинаковые чемпионаты. Где-то, может, за счет, если всех команд смотреть, мы литовский чемпионат сильнее. Но если там, допустим, две команды, Жальгер и Судува, то там еще не факт, что они бы проиграли, допустим, нашим двум первым командам. Ну, я думаю, примерно одинаковые. А если в целом говорить о твоей карьере, вот какой может быть отрезок тебя заполнился больше всего? В том числе и из белорусских команд, потому что ты и здесь достаточно много выступал в той же ИС-очи. Ну, не знаю, в ИС-очи было, там коллектив был очень хороший. Там была, как бы, такая вот атмосфера очень веселая. Да и играли мы там неплохо. Хорошая команда была, много опытных футболистов, которые тоже как-то делились своим опытом. Было, ну, интересно. Не знаю, в Минске тоже когда был, да и в МТЗ когда был. Всегда, ну, не знаю, почти всегда во всех годах был хороший коллектив. Так что я, ну, тяжело выделить, не хочется никого обидеть. Ты уже адаптировался в... Да, что тут адаптируется? Ну, тут, как бы, белорусы все там общий язык найдешь нормально. Это уже есть там языковой барьер где-то, вот это уже тяжелее. А так уже, как бы, тяжело. А в Казахстане были проблемы с языком? С языком нет, потому что там по-русскому много кто говорит. Там некоторые даже и казахстанского не знают. Много национальная страна. Вот в Литве было потяжелее, потому что там тренер был, испанец. Там по-русскому вообще пару человек так говорило. Пришлось, как бы, так потяжелее. А в Гомеле с кем из игроков был знаком? Да, с Кузи. Мы с Кузи в Иссоще вместе были, там в сборной были. Так заочно кого-то что-то знаешь, как бы, ну... Мир футбольный такой. Где-то с кем-то виделся, где-то знаком. Так что, не тяжело в этом плане. Это был последний вопрос. Твои ожидания одного сезона? Мои ожидания? Ну, хотя бы прошлогодний результат повторить. Ну, если превысить, вот я считаю, это вообще супер будет.